Асо, вот ты будешь драться с Хосе Джонсоном, но первое, что бросается в глаза – его рост. Он выше 180 и выше тебя на 20 сантиметров. Это самый высокий соперник в твоей карьере? Наверное, я просто всех соперников не знаю, сколько было. Наверное, это самый высокий. Были ли какие-то сложности с тем, чтобы найти спарринг-партнеров в этом весе, в таких рослах? Нет, у меня и в зале дартим есть такие высокие парни, не один, а два-три, которые 57 берутся. И потом здесь тоже был 61, а Даму он тоже с таким ростом. Даже еще покрупнее он был еще. Есть ли какая-то специфика работы с такими рослыми соперниками, которые там длинные руки, ноги и так далее? Ну, я сам базовый. Не то, что базовый, да, болезнь? Не базовый, не болезнь, а базовый джиттер. Но разными спортом занимались. Но у меня проходит всегда эта борьба. Будем бороться, болеть, тушить, что какие-то будут возможности финишировать. Постараемся финишировать. Так что все возможности, какие есть у меня в руках, картой, козыры. Все будем использовать в бою. Таким соперникам легче приемы делать из-за того, что у них руки длиннее? Ну, это от ситуации зависит. Если он устанет, каким? Если он даже метр девяносто или метр шестьдесят, как я, зависит от того, как он защищается от креплинга. Вообще он чувствует моменты борцовские. И как он устал, не устал. В основном от усталости зависит. Если соперник устал, любые приемы на него проходят. Если он свежий, как ты, и работает, отпор дает. И если там стопроцентный болевой не идет, ну, если уверенный, просто так на воздух кидаться на болевые, просто сам можешь устать и оттекать. Потому что на болевые больше усилий ты тратишь. Я правильно понимаю, что ты же тренировался в зале, где тренируется Чендлер? Да, уже пятый, шестой двором занимаемся. А он был в зале на твоей подготовке? Видел его? Да, мы вместе тренировались. Он на бой тоже с Конором. То, прям вместе можно сказать. Геннери там недели, кто звезда, или там средний боец, или только пришел, он всем одинаково смотрит. Если у кого-то близко бой, старается очень внимательно посмотреть, время уделить, несмотря на его имя, не имя. Всем одинаково смотреть. Вот с этой стороны Геннери очень хороший тренинг. Подглядя на подготовку Чендлера, как думаешь, как сложится его бой с Макгрегором? Ну, если бой стоит, конечно. Ну, когда он работал, я тоже вместе работал, и особо не наблюдал с Чендлером. Ну, наверное, у них есть какой-то определенный план. Я не спрашивал ни у кого там, какой у него там план. Особо я не интересовался. А так он пошел днем и ночью в зале, тренируется, сфокусирован, постоянные съемки у него там всегда. Я не так давно записывал интервью с Куатом Хамитовым. Он сказал, что в Казахстане Мама начались с 2011 года. А что было до этого? Не знаю, брат, что было до этого. Я сам в 2012 году так наденал. До этого было мирное время, коронавируса не было. Я сам смотрел первые бои. Это Чик-Пежек, Железный, Орда, какие-то вот такие. Начинные в ночном клубе вот такие бои бывали. Вот так примерно начали. Вот так примерно слухи где-то слушать, тот хороший, тот. Но я сам не скажу, был фанатом UFC или как-то смешанных. Вот просто я любил тренироваться и тренировались. И я с 18 лет уже начал свою профессиональную карьеру. Каких первых казахских бойцов вымывал ты узнал? То есть кто были эти люди? Арман Успанов. Вот хорошо в свое время. Ну, сейчас он закончил, не закончил. Точно не знаю карьеру. Но он один из таких ярких бойцов была в Казахстане. Все любили его, смотрели. Когда он в бою участвовал ACB, ну, с ними в одном карте дрался тогда. Я тогда вот смотрел весь арена. 11 тысяч человек собрались просто увидеть этот бой. Но один из таких талантливых бойцов, которые все ждали подписания UFC Армана. Ну, так не сложилось, как судьба. Ну, вот один из первых, которые бойцов на таком хорошем уровне показывали свои бои. Ну, это уже, вот, прямо можно сказать, недавно же было это все. Уже потом уже Шавхат начал. Мы начали подписывать UFC и показывать бои, там выиграть бойца. И все, ну, один из первых, я думаю, Арман, который я знаю. Ну, до этого, ну, много бойцов Салаш Прайда, Хайрат Ахметов, ну, он до сих пор дерется, Хуат сам, много бойцов. Ну, дальше, если дальше идти, но я бои не смотрел. Ардах Назаров, вот один из смешанных, Ардах Назаров, и Дани Штингембоев, который тоже. Дальше, дальше они начинали, это доброе, но я бои не смотрел. Еще, например, у Куата, он сказал, что люди в Казахстане, западовостока, юга и севера сильно различаются. Объясни, какие различия есть? В чем именно? Вот он мне объяснил, в чем. В менталитете, наверное, чуть-чуть у нас. Ну, именно у нас в Казахстане, просто даже фан-база по-другому, у нас, как бы, предки боевые, кочевники, у нас любят смотреть бои. Самый большой, любого бойца с СНГ, там, с кем бы ты ни встречался, они по любому тему затронут, о том, что у нас хорошие вот этот, болельщики из Казахстана. Везде, где бы ни было, с кем бы ты ни дрался, везде флаги Казахстана, всегда везде поддерживают. Вот с этой точки зрения у нас хорошая фан-база. С другой, то, что здесь на Западе, на Западе в чем плюс? На Западе ты, если сейчас в мобайл-арене выйдешь, ты просто хороший бой покажешь, ты американец, китайец, японец не смотрят. Если качественный бой покажешь, они сразу станут твоими же болельщиками. Они не делят. Ты с Казахстана прилетел, выиграл американца, такого не бывает особого различия. Они сразу, кто хорошо дерется, и сильно будет болеть за него. А у нас, по-любому, чисто на своих... Ну, в СНГ везде такое есть. Вот с этой точки зрения чуть-чуть вот такая тема здесь. Здесь тоже фанаты очень этим болеют. Хоть бы там хоккей идет, или какой-то гольф, или что там, бои, баскетбол. Именно фанатская база здесь очень хорошая разведка. Здесь покупает пейпервью, здесь покупает билеты, не ленится. У нас именно с этим интернетом чуть-чуть надо расти. У нас когда вот до боя остается час, ищут телеграм-каналы, либо до боя останется, когда день, ищут билеты. Ну, хотя у них есть билеты купить, там 2000 деньги же, билет у нас самый дешевый, да? Просто такое сложилось, я зашел, я зашел здесь билетов. Наверное, есть такие моменты в менталитете. Недавно был чемпионский бой Пантожа Эрцег. Тебя удивило, что Эрцегу в принципе дали титульник? Ну, то, что сразу дали титульник, да, удивило, но бой сам обратно сказал, то, что можно, даже если ты 115 и сразу топ-10, но не знаю в каком рейтинге был Эрцег, дали сразу за поиск и такой близкий, очень близкий бой показал. Это означает, если я сейчас по воле Аллаха выиграю и вызов сделаю на определенное имя, которое хорошее идет рекордами, может и мне бой даст сразу с каким-то бойцом. С этой точки зрения Эрцег показал, что топ-10 может с чемпионом подраться и топ-10, сейчас вот японец, как его зовут, сейчас вот у нас главным бою дерется тоже топ-10 наверное, топ-9, не знаю, он сразу топ-5 будет драться, и каким-то образом он даже фаворит, где-то 15-0, мощным боецем. Так что надо чуть-чуть очистить этот дивизион топ-5, топ-10, некоторые просто давно не дрались уже. Ты говорил, что намерен стать чемпионом ввести к 25-ому году, каким должен быть 24-й год, чтобы он тебя приблизил к цели? Сейчас после этого боя если начало вот это хорошо закончим, надо вызовы кидать на определенных людях. Пока непонятно, что с боем у Шавката Рахмонова, я видел его в соцсети, он сказал, что готов драться с победителем Эдвард Белал Мухаммед, а какой бой Шавката с кем из них ты бы хотел иметь? Я думаю, Шавката уже готов стопроцентно за пояс, потому что 7 боев 18 финиши все досрочены, что какой должен быть результат еще, чтобы за пояс подраться, я думаю, полноценно он подходит к поясу, просто подождать, он сам где-то опубликовал, да, на счет этого, чтобы просто подождать и за пояс подраться, вот эту мысль я тоже поддерживаю, потому что сейчас с кем-то будешь драться, не с топом, который ниже тебя находится, и к этому боюшу, и ты будешь готовиться, два лагера, три лагера, еще весь будешь гонять, в этот момент и все истощает человека, а сразу за пояс, и потом уже по очереди встречать, кто хочет собрать от тебя пояс. от тебя пояс. от тебя пояс. Продолжение следует...